Девятый октября для Кубани особенный день в календаре. Можно смело сказать, что это дата ее второго рождения. В этот день торжественное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения края от врагов, прошло в Темрюке, в музее под открытым небом. Именно на Кубани поставлена победная точка в битве за Кавказ. Память о героических событиях запечатлена в книгах, в памятниках, но главное – это память, которая хранится в сердцах людей. На военной горке каждый муниципалитет развернул свою тематическую экспозицию. На них побывали более 20 тысяч человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. С 75-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков собравшихся поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что нынешние поколения никогда не уронят честь своих отцов и дедов, всегда будут помнить, какую цену они заплатили за процветающую Кубань. Торжественная часть началась с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу на военной горке. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Маршем прошли военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона. Во второй половине дня на военной горке прошла реконструкция боев за освобождение Кубани, в ходе которой озвучили основные вехи одной из них – 12 февраля 1943 года, когда был освобожден Краснодар. Страницы той страшной военной истории будто оживают на глазах. На Таманском полуострове вновь загрохотали пушки, а бойцы пошли в атаку. Реконструкция – самая зрелищная часть праздника. Затем состоялись праздничный концерт и авиашоу. Своё мастерство показала авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». Их зрелищное выступление наполнено сложными фигурами. Каждый район края представил свою историю освобождения. О поражениях и долгожданной победе рассказывают фотографии, карты и артефакты на экспозициях. Северский район представил инсталляцию на тему партизанского движения в период оккупации. Чтобы попасть в отряд, новобранцы давали клятву. «С дисциплинированным, бдительным партизанам строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все приказы командиров и политических руководителей. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая гара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Показано из сотрудничества с другим краснодарским отрядом, которым руководил Геннадий Игнатов. В этом отряде состояли два его сына – Евгений и Гений. 10 октября 1942 года отец поручил сыновьям взорвать вражеский эшелон. Братья успели заложить мины, но при взрыве погибли и сами. Героические и успешные действия партизан вошли в тему инсталляции. Представил наш район и женщин-подпольщиц, которые, получая военную сводку, печатали листовки. В них подлинный текст в годы Великой Отечественной войны. В инсталляции изображены и женщины, работающие на фронт. Они собирали для солдат продукты питания, вязали носки и рукавицы и организовали сбор денег. «Будите в себя это чувствовать и ощущать. Многие проблемы будут казаться по-другому. Или по-другому вы с ними будете справляться, бороться, побеждать. Но ни в коем случае их чести и славы не уроните никогда, ни хныкая не плачь. Потому что они смогли, а вы тем более сможете в мирное время. В этой Кубани светлой, сильной, цветущей, мирной, которую они нам дали. И мы должны ее передать тем, кто будет последовательность». Особое внимание привлек зрителей ретроавтомобиль для командного состава. Автомобиль является частной коллекцией Петра Ложкина. Вся инсталляция Северского района имела грандиозный успех. Особые слова благодарности работникам культуры, музея, казакам и всем, кто принял участие в создании экспозиции, представленной Северским районом. «Со стороны один в один, вот 43-й год представлен вами сегодня, один в один. Поэтому вы это сделали с любовью, вы это сделали в память тех людей, кого сегодня с нами нет, вы это сделали в память той истории нашего района и нашей Кубани, благодаря которым людям мы сегодня живем. Поэтому спасибо вам». Мероприятие получилось грандиозным и достойным. Особенно важно, что здесь участвовали ветераны Великой Отечественной войны. Они – живая история. Подобные мероприятия не просто красочное шоу, а ответ тем, кто пытается переписать историю и забыть о подвиге советского народа. 9 октября Краснодарский край отмечает 75-летие освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. В этот день войска Северокавказского фронта мощными ударами, суши и высадкой десанта с моря завершили разгром Таманской группировки противника и полностью очистили от врагов Таманский полуостров, завершив освобождение Кубани. В этот день школьники и жители станицы Северской собрались у памятника неизвестного солдата, почтить память воинов, освобождавших край. С неба солнце и ульской леса, и такая стоит тишина, на сколком горячим борьбаться, в мирный полдень былая война. Более 460 тысяч кубанцев погибли или пропали без вести. 289 земляков стали героями Советского Союза. 62 бойцам присвоено звание Кавалер Ордена Славы. Сотни тысяч кубанцев награждены орденами и медалями. Победа давалась сотнями тысяч жертвами. Всего за годы Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов советских граждан. И 43-й год в нашей памяти останется память юбилейным годом нашего освобождения и нашей станицы, нашей Кубани. Уходят в легенды воспоминания той страшной войны. Остается все меньше и меньше ветеранов-фронтовиков. 75 лет прошло с той поры, но всегда мы будем свято чтить советских солдат, навечно вписавших в летопись края свои имена. Будем помнить и бережно передавать от поколения к поколению. В память о воинах, павших за освобождение Кубани, участники митинга возложили цветы. Организацию спортивно-массовой работы в Северском районе обсудили на планерном совещании в районной администрации. Одним из значимых мероприятий стал первый этап всекубанского турнира Кубка губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу и футболу среди детских дворовых команд. В соревнованиях по уличному баскетболу приняли участие около 7 тысяч человек. Чуть меньше собрал футбол, здесь порядка 6 тысяч 300 участников. Стоит отметить, что на высоком уровне проводятся соревнования в Афибском, Северском и Азовском поселениях. Проводится в текущем году в районе и Спартакиада среди городских и сельских поселений района по 17 видам программ. По итогам Спартакиады формируются сборные команды по видам спорта для участия в краевых соревнованиях. И стоит подчеркнуть, что Северский район традиционно считается одним из сильнейших в Краснодарском крае. На повестке вопрос сдачи нормативов ГТО. На сегодняшний день в сдаче нормативов приняли участие более 8 тысяч человек. В ходе заседания также рассмотрели вопросы функционирования всех служб и предприятий района, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Проанализированы результаты задолженности по арендной плате за землю, замены сети водоснабжения и санитарном состоянии населенных пунктов. Перемен требуют наши сердца, легкие почки и желудок. Все, кто за последние две недели посетил Северскую центральную районную больницу, смогли заметить серьезные изменения во внешнем облике регистратуры. Более открытое помещение, отдельное картохранилище и пост дежурного администратора – это только внешняя сторона нововведений, которые уже сейчас приносят свои положительные результаты. Все это не просто так. Как говорит главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Ананников, основная цель изменений – удобство пациентов. Анализируя все обращения к гражданам, которые поступают в Северской ЦРБ, мы выяснили, что львинная доля заключается в том, что люди жалуются на качество работы регистратуры Северской ЦРБ. Пришло понимание того, что нужно что-то делать, нужно кардинально менять ситуацию. Было принято решение изменить всю регистратуру и внешне, и внутренне. Весь персонал регулярно проходит обучение. Самые серьезные и актуальные проблемы обсуждаются на совещаниях и врачебных комиссиях. За последнее время работа так называемой вежливой регистратуры уже начала приносить свои плоды. Количество жалоб на очереди, работу врачей и персонала больницы значительно сократилось, и сами пациенты это видят. Пошел все нормально, в очередях долго не стоял. Что открывал больничный, ну может минут 20, что сейчас закрывал, вообще тоже минут 10. Да, мне приятно заходишь, мне очень нравится. Я была очень сильно удивлена, когда я зашла. Просто необычно. В целом, обслуживание поликлейки положительное, я довольна. Реагирует на все наши вопросы. В этом году в Северском районе ведется достаточно обширная работа по улучшению качества обслуживания населения в сфере здравоохранения. В ближайшее время запланирован переход на новый формат работы регистратуры во всех медицинских учреждениях района. Говорит и показывает Атаман. Последние полгода эта фраза звучит из колонок на улицах станицы Северской достаточно часто, ведь с недавнего времени в регулярное вещание вышла районная радиостанция «Атаман». В Северском районе появилась новая цифровая эфирная студия, сформированная из современного оборудования. Начала свою работу радиостанция 27 января 2018 года, и тестовый период вещания уже пройден. На сегодняшний день музыкальный контент радиостанции состоит из песен как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Здесь и ретро-музыка, и современные эстрады, и кубанский фольклор. Все это разбавляется новостными выпусками, тематическими рубриками и, конечно же, утренней передачей «Собудильник». И все это в прямом эфире. В ближайшее время радиовещание выйдет на просторы «ФМ-волны», будет доступно на всей территории Северского, Абинского, Крымского районов и Республики Адыгея на частоте 101,5. А понаблюдать за нашей работой изнутри можно на официальном сайте «атаман.ком», где ведется прямая видеотрансляция из студии. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Даниил Беспалов. На Кубани впервые пройдет чемпионат и Кубок России по классическому ралли. Подготовку к соревнованиям «Предгорье Кавказа-2018» обсудили на заседании Оргкомитета. Немногочисленный, но амбициозный коллектив радиостанций пока включает в себя несколько человек. Наши технические директора Алексей Первых и Андрей Авилов, они заботятся о качестве звука. Ну и, конечно же, мы радиоведущие. Вера Максимова и я, Даниил Беспалов. Мы пишем программы, ищем самые интересные новости, гороскопы и приметы. И все это передаем вам. Мы будем рады обратной связи с нашими слушателями. Мы с удовольствием ответим на все вопросы, учтем пожелания и комментарии. Слушайте нас, смотрите нас, пишите нам. Мощь, роскошь и эксклюзивность – вот критерии автопремьер люксовых брендов на парижском мотор-шоу. Новые модели Ferrari, Monza SP1 и SP2 полностью им соответствуют. Одноместные и двухместные суперкары оборудованы атмосферным двигателем V12, самым мощным в истории марки. Агрегат объемом 6,5 литров выдает 810 лошадиных сил. Разгон до сотни – 2,9 секунды. Стоимость авто – более полутора миллионов евро. Компания выпустит только 499 таких суперкаров. «Думаю, эти автомобили займут свою нишу на переполняющемся рынке гиперкаров. Это благодаря тому, что бренду Ferrari можно доверять. Если он говорит, что сделал породистый спортивный автомобиль, значит, вы купите что-то хорошее». При создании облика Ferrari Monza дизайнеры отдали дань памяти гоночным автомобилям 40-х и 50-х годов. Тем временем, Bugatti Diva – воплощение будущего. Гиперкар сделан на платформе Bugatti Chiron. Он оборудован тем же 8-литровым двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. При этом легче на 35 килограммов. Благодаря улучшенной аэродинамике увеличилась прижимная сила. Максимальная скорость – 380 км в час. Цена – 5 миллионов евро. Тираж – 40 автомобилей. Все уже распроданы. «Мы создавали этот автомобиль только с оглядкой на владельцев Chiron. Таков был наш выбор. Мы думали, кому сначала предложить спорткары, выпущенные ограниченным тиражом. Обговорили это с партнерами и дилерами. И стало понятно – нужно предлагать покупателям модели Chiron». «Коллекционеры и поклонники автомобилей хотят такие машины. Спрос есть, и они наслаждаются, получив их в руки. И, конечно же, это отличный бизнес для компаний. Хорошо, что они дальновидны, понимают, чего хотят клиенты. Компании пробуют идти в разных направлениях и смотрят на результат». А этот автомобиль стал точкой слияния прошлого и будущего. Облик концепта Mercedes Silver Arrow перекликается с внешностью модели W125 Rekordwagen 1937 года. Однако внутри бесшумно трудится электродвигатель, выдающий 738 лошадиных сил. На одном заряде концепт-кар может проехать 400 километров. Пускать его в серийное производство пока не намерены. «Думаю, автомобили всегда будут становиться более эксклюзивными и более дорогими. Потому что люди всегда будут открывать новые горизонты». Свои новинки также привезли Porsche, BMW, Renault, Citroёn и другие производители. Парижский автосалон в этом году обошли стороной Volkswagen, Nissan и Ford. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова